Добрый день, уважаемые коллеги. Мы все вместе, вся страна постепенно двигается к 4 декабря, к дате выборов в Государственную Думу, в парламент страны. И разные политические силы по-разному себя ведут в это время. Вот для такой мощной политической партии, ведущей без всякого преувеличения партии, как «Единая Россия», подготовка к выборам должна быть использована главным образом для того, чтобы создать дополнительные инструменты общения с обществом, с людьми. Нужно использовать избирательную кампанию для того, чтобы ещё точнее, определённее понять и почувствовать проблемы, перед которыми стоит страна и каждый её гражданин, и вместе подумать над тем, как мы будем эти проблемы решать. Именно для того, чтобы и создать эти дополнительные коммуникации, был и создан, собственно говоря, общенародный, общероссийский народный фронт с вашим непосредственным участием и с вашей помощью, при вашей поддержке. Именно поэтому мы добились того, чтобы представители ваших организаций попали в списки «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу. И я очень рассчитываю, и говорил об этом неоднократно, хочу повторить, на то, что именно представители ваших организаций будут и более точно и ясно формулировать задачи, которые подлежат решению, и представить тех людей в качестве кандидатов в депутаты Госдумы, которые могли бы эти идеи реализовывать и решать эти задачи в данном случае на законодательном уровне. Мы прошли достаточно большой отрезок путей совместно. Мы действительно сделали так, что эти предвыборные списки пополнились вашими представителями, представителями ваших организаций общественных. И теперь от того, как мы будем двигаться дальше, в значительной степени будет зависеть, попадают ли представители ваших организаций в высший законодательный орган страны и смогут ли они, попав туда, наладить соответствующую работу. Я хочу призвать вас к тому, чтобы вот на этом заключительном, очень важном этапе, это везде так происходит, и в нашей стране, и в других странах, заключительный этап политической работы, связанный с выборами высший законодательный орган страны, он является важным, самым ответственным. И это означает, что нам всем, не только Единой России, а нам всем, кто сейчас объединён на общей платформе, общероссийского фронта, нужно интенсифицировать свою работу и нужно показать гражданам, избирателям, что люди, которые приходят в Государственную Думу по каналам Единой России, и не только члены партии Единой России, намерены решать те проблемы и те подчас сложные задачи, перед которыми стоит страна, и ещё раз показать, как мы намерены с вами это делать, для того, чтобы действительно убедить людей в необходимости проголосовать именно за этот список, за список Единой России, в котором и представлены все ваши объединения и организации. Вот я сейчас предлагаю в ходе нашей сегодняшней дискуссии обо всём этом и поговорить, и подумать о том, как мы на завершающем этапе избирательной кампании и отмобилизуем наши общие ряды. Вот я, знаете, специально сейчас не стал перечислять все проблемы, которые у меня здесь достаточно грамотно изложены. Они в целом нам понятны. Самое главное из них – это повышение уровня жизни граждан, повышение уровня доходов граждан, уровня заработных плат. Это особое внимание к тем, кто требует повышенной защищённости со стороны государства. Это пенсионеры, это люди старшего поколения вообще, ветераны, это молодёжь, которая требует особого подхода, люди с ограниченными возможностями. Это ряд социальных сфер, таких как здравоохранение, образование. И там в каждом из этих блоков свои вопросы и свои сложности, и свои задачи. Вот я предлагаю сейчас вместе с вами, всем нам вместе, и на эти темы поговорить, имея в виду вот этот завершающий этап предвыборной кампании. Пожалуйста.